Компания Fluid Audio в первую очередь известна нам как изготовитель мониторов, но не так давно на рынок на суд общественности Fluid выкатили свой собственный аудиоинтерфейс под названием SRI2, который сегодня давайте и посмотрим. К слову, интерфейс не без мониторных фишек, но обо всём по порядку. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Давай Запишем, где мы говорим с вами о Pro Audio. По поводу комплектации здесь нет чего-то особенного. Во-первых, сам аудиоинтерфейс, также к нему есть провод USB тип А для подключения к компьютеру, ну и конечно же различные программы подарочные. Это Cubase, урезанная LE-версия, и Cubases для работы с планшетом. Давайте посмотрим на то, что вообще есть на корпусе звуковой карты. Ну во-первых, она двухканальная. У нас есть управление двумя каналами, усиление для каждого канала, индикация для каждого канала, переключение режима линейного на режим инструментальный, если вы подключаетесь джеком в комбинированный вход. И естественно, тут комбинированные входы для первого и для второго канала. Можно подключить и микрофоны, можно подключить джеком либо линейный источник, либо, как я уже вам сказал, инструменты. Идём дальше. Подача фантомки. Можно работать с конденсаторными микрофонами. Также усиление. Усиление, выполненное большой ручкой. Рядом с фантомкой есть кнопочка сумма. Это мониторная фишка такая, о ней чуть-чуть попозже расскажу. Мониторинг. А вернее, регулировка соотношения мониторинга сигнала, приходящему на входы карты к сигналу, который у вас проигрывается на компьютере. Можно настроить это соотношение, чтобы вам было комфортно, ну скажем, петь и слышать. Минус, и одновременно без задержки слышать свой собственный голос. Усиление под наушники раздельное с усилением для ваших мониторов. И естественно, переключение двух пар мониторов. Пара А и пара Б, но об этом чуть-чуть попозже. Здесь с комбо входами у нас есть выход под наушники. Реализован он на большом джеке. Теперь перевернём всё это дело и посмотрим на заднюю сторону карты. Итак, здесь у нас есть две пары выходов. Между ними можно переключаться. Эта карта подразумевает использование сразу двух пар мониторов. То есть вы можете использовать две пары мониторов там различного поля. Возможно, у вас будет шит-контроль и нормальные мониторы. И между ними можно будет скакать просто нажимая одну кнопочку. Это очень удобно. Об этом также чуть-чуть попозже. Здесь, естественно, есть разъём USB для подключения к компьютеру. И есть маленький USB для подачи питания, если вы работаете с планшеном. Теперь мы всё-таки можем послушать, как же звучит этот интерфейс. Подключили мы к нему вот такой микрофон от фирмы AC. Он конденсаторный, поэтому мы подаём фантомку. Усиление у нас выставлено на 12 часов. Что хочется сказать по поводу этой карты? Ну конечно же, эта карта совмещает в себе такие функции мониторного контроллера. Во-первых, это что называется Big Volume Knob, то есть большая крутилка для управления громкостью. Она прям по центру корпуса установлена, привлекает внимание. И я, наверное, совру, если скажу, что вращать ей не доставляет никакого удовольствия. Это приятно. Естественно, во-вторых, у нас есть переключение между двумя парами выходов. Опять же повторюсь, для чего и для кого это нужно? Если вы доросли до такого уровня, когда помимо одной пары мониторов, вы используете ещё одну пару или, допустим, небольшой Mix Cube, маленький кубик, чтобы проверять совместимость с моно, то, наверное, вам уже стоит присматриваться вот к таким вещам, потому что они действительно будут полезны. Всё это происходит буквально по одному щелчку. Стоит учитывать тот факт, что хоть здесь и есть два стереовыхода, и вы можете подключить две пары мониторов, этот интерфейс является интерфейсом 2 на 2, а не 2 на 4. То есть здесь есть два входа и есть два выхода. И сигнал, который у вас пойдёт из стереовыхода А и стереовыхода Б, будет идентичным. То есть тут не 4 независимых выхода, а тут всего два выхода просто с немного более развитым роутингом, с немного дополненным количеством выходных каналов. Отсюда давайте перейдём к компьютерной части, посмотрим на драйвер, на задержку. Даже несмотря на то, что здесь есть нулевая задержка, всё равно посмотрим, какую задержку будет выдавать наша цифровая рабочая станция вместе с этой картой, роутинг, ну и тому подобные интересные вещички. Поехали! Перед началом работы нам, естественно, нужно зайти на сайт Fluid Audio и скачать необходимые установщики. Во-первых, это драйвер для звуковой карты, а во-вторых, это обновление прошивки, потому что за то время, как карта лежит, дожидается вас в магазине или на складе, Fluid могли выкатить новую прошивку, а работать на старой прошивке, это себя не уважать, друзья. Итак, устанавливаем, перезагружаем и видим, что запись у нас уже идёт. Давайте посмотрим на роутинг, как он есть. Первый, пойдёт на первый, второй выход пойдёт и на первый стерео выход, то есть на стерео пару А и на стерео пару Б, то есть на стерео выход 2. Так, закрываем всё это дело. И сейчас посмотрим на драйвер. Я его предварительно открыл. Вот так он выглядит. Здесь всё зафиксировано. SRI2, всё видно нашу частоту дискретизации, видно режимы работы. Буфер мы сейчас с вами потыкаем. Управление усилением. Здесь, кстати, можно его изменять, если это вам нужно. Выхода и входа. Кстати, если у вас вдруг нету звука, то обратите внимание вот на эту панельку. Возможно, здесь у вас всё убрано и нужно вывести. Дополнительная информация, но это нас не слишком интересует. Давайте вернёмся к буферу и посмотрим, какую задержку будет выдавать карта на различных значениях ICO буфера. Для этого я остановлю запись и переключаю значение буфера. У сегодняшнего интерфейса есть возможность подключить iPad и работать на урезанной версии Cubasis, которая ставится на этот iPad, и которая, я напомню, идёт в комплекте. Не забудьте, что для работы с планшетом вам понадобится дополнительное питание и специальный адаптер, чтобы подключить звуковую карту к Apple. Да, друзья, шёл 2019 год, а мы с вами всё ещё пользуемся переходниками. Ну что поделать? В конечном итоге нам с вами осталось послушать саму карту, её преобразователи, её преампы и вообще всё то, что она может выдать в полевой работе. Поэтому давайте слушать! В белую ночь мы с тобой уйдём, куда я не знаю, куда я не знаю, Белая ночь опустилась как облако, ветер гадает на юной листве. Слышу знакомую речь, вижу облик твой, ну почему это только во сне? В итоге начнём с плюсов. Естественно, тут есть две пары стереовыходов, тут есть неплохие преобразователи и тут, что очень, кстати, интересно, есть хороший усилитель для выхода на тихий контроль для наушников. Он вполне себе неплохо раскачает ваши наушники на 250 Ом. Дальше идёт часть... ну... я её назову... Let me speak from my heart. Друзья, этот интерфейс... я бы не сказал, чтобы он был конкурентоспособным, потому что усилители плюс 46 дБ в максимальном положении. Я из-за этого не стал делать наш стандартный тест с SM7B, потому что 46 дБ, ну не хватит, не хватит шурику. Конденсаторный микрофон будет работать прекрасно, но шурик... не стал я этого делать. Собственно, если просто проводить аналогию между флюидом и, допустим, тем же ID14 от аудиента. У ID14 усиление 66 дБ, тут 46 дБ, на 20 дБ больше. У ID есть четыре независимых выхода, здесь всего лишь два. Хотя выходов тут самих разъёмов завезли количество такое большое, нестандартное. У ID есть оптика, здесь оптики нет. И стоят они примерно одинаково. Так что если бы мне нужно было покупать звуковую карту вот в этом ценовом сегменте, мой выбор был бы очевиден. А какой выбор сделаете вы? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и, возможно, вступить с вами в дискуссию. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Я напоминаю, что это был канал Давай Запишем, где мы с вами говорим о Pro Audio. Всем пока! Здесь есть дополнительное... Здесь есть возможность дополнительного подключения с помощью... Мониторинг. 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 Извините. Что-то я... Я уже сплю. Мы можем здесь же мониторинге. Он как начал говорить.